Валентина Тазикенова под следствием. Признаки состава сразу трех преступлений есть. К такому выводу пришли следователи после проверки Оренбургского дома детства. Сегодня против директора с 27-летним стажем работы Валентины Тазикеновой возбуждено уголовное дело. Тучи над прославленным домом детства, где в свое время учился солист Ласкова Майя Юрий Шатунов, стали сгущаться еще очень прошлого года. Имя директора Валентины Тазикеновой фигурировало в скандале благодаря бывшему педагогу этого учреждения Марату Миндиярову. Мужчина опубликовал в своем блоге информацию о нарушении финансово-хозяйственной деятельности и прав ребенка. Министерство образования организовало проверку, но серьезных нарушений тогда не обнаружило. Повторное изучение дел по поручению губернатора и прокуратуры было организовано ровно месяц назад. Тогда же министр Вячеслав Лабузов объяснялся с журналистами. Мы отсматривали учебную деятельность с посещением уроков. Мы отсматривали финансо-хозяйственную деятельность. И третий вопрос. Было заявление господина Миндиярова, что этот детский дом – тюрьма. К сожалению, что работники прокуратуры оказались профессиональнее, чем соответствующий отдел, вверенного мне министерства. Сейчас Следственный комитет проверку завершил. В действиях 67-летнего директора следователи нашли признаки сразу трех преступлений. Невыплата, заработные платы, превышение должностных полномочий и служебный подлог. С февраля по ноябрь 2012 года директор детского дома Тазикенова ежемесячно предоставляла в Центр занятости города Оренбурга сведения о наличии вакантных должностей подсобных рабочих. Она, выступая работодателем, ежемесячно заключала после этого трудовые договоры о временном трудоустройстве несовершеннолетних. Дети привлекались к труду с нарушением правил охраны труда, использовались на работах, где труд лиц запрещен до 18 лет. На период времени несовершеннолетним не выплачивалась зарплатная плата на общую сумму свыше полутора миллионов рублей. По совокупности статей, директору дома детства грозит до четырех лет лишения свободы и лишения права заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет, уточнили вследствие. До судебного решения Валентина Николаевна может продолжать руководить воспитательным учреждением, уточнили в Министерстве образования. Следствие продлится как минимум два месяца. Стоит отметить, что и повторная проверка Министерства образования тоже уже завершилась, однако о ее результатах Вячеслав Лабузов сообщить пока не готов. Ведомство до сих пор анализирует результаты исследования финансово-хозяйственной и воспитательной деятельности дома детства, сообщает пресс-служба. Тем временем, неделю назад Валентина Тазикенова вышла с больничного на работу. Увольнять ее нет оснований, заявили в Министерстве.